Привет, спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня видео парфюмерное. И посвящено оно новинкам в моей парфюмерной коллекции. И я хотела просто с этими приобретениями с вами поделиться. Хотела рассказать вам об ароматах, которые у меня появились. И также в конце видео вас ждет небольшой сюрприз. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. И комментируйте, конечно же. Поддержите меня своими лайками. Мне будет очень приятно знать о том, что видео вам нравится. Итак, я, наверное, приступлю с аромата Аура Меглера. Вот такой вот красавец в зеленой упаковке. Аромат действительно очень интересный, не избитый. И очень характерный для самого Меглера. Очень похож на его предшественников. Коробочка очень красивая. Я, конечно, сняла уже слюду. У меня 30 мл рефил. То есть его можно заполнять. К сожалению, аромат оставляет на себе пальчики. Поэтому извините, если будет немножечко он такой некрасивый флакончик. Или запачканный, скажем так, заляпанный. Вот такой вот красивый, вот такое вот красивое сердечко. Очень необычный цвет у флакона, зеленый. Не часто встречаются ароматы в зеленых у флаконах. Как-то так уж повелось, что в основном они в своих прозрачных каких-то флаконах, либо черных. Но очень редко встречаются в зеленых именно. Аромат довольно-таки яркий, насыщенный. Немножко по мне так холодный. И у него вот какая-то яркая ментоловая нота проскальзывает. Я не буду зачитывать ноты в составе этого аромата. Все вы можете зайти на фрагрантику и прочитать отзывы и состав этого аромата. Я только расскажу свои собственные впечатления, мои первые впечатления от этого аромата. И скажу также, что этот аромат я отдаю своей дочери, потому что Мюглер ароматы не очень подходят мне. Не знаю, на мой вкус они мне очень нравятся, но я их не могу носить на себе. Возможно, их яркость слишком меня забивает. Аромат очень приятный. Он сначала раскрывается с такими какими-то яркими, ментовыми, охлаждающими, даже таким каким-то холодным душем, джунглях, ароматом. Но потом вот эта уходит ментоловость, раскрываются какие-то почуливые такие нотки, мягкие, с легкой ванильной ноткой, шоколадной ноткой, ореховым каким-то звучанием. Для меня этот аромат больше на вечер, нежели на день. Но моя дочь хорошо им пользуется и днём тоже. Я хочу сказать, что аромат настолько яркий, что его невозможно забыть. Он настолько может оттолкнуть, но в то же время он и притягивает к себе. Он настолько загадочен, настолько и понятен, потому что, если послушать его, то аромат очень похож на все предыдущие ароматы Мюглера. Потому что, не знаю почему, хотя этот аромат создавался совсем другими парфюмерами, но мне кажется, я слышу так, что есть какая-то общая схожесть между этими ароматами. Мне кажется, слышится тут и пришелец, мне слышится тут и сам ангел, мне слышится тут и звёздный ангел или звезда, и в уманите где-то проскальзывает. Но всё равно он самобытен, он необычен по своему звучанию, и, конечно, требует какой-то смелости, возможно, в ношении этого аромата. На лето, я думаю, что слишком он тяжеловат. Не знаю, вот такая почему-то у меня ассоциация с ним. А вот сейчас весной, когда ветра, когда ещё не очень жарко и не холодно, и прекрасное время для его ношения. Не знаю, пожалуйста, поделитесь вашим мнением об этом аромате. Возможно, я что-то упустила или что-то не так поняла, но пока это моё первое впечатление об этом аромате вот такое. Поэтому сильно уж меня тапками и помидорами не кидайте, а делитесь своими заключениями. Следующие два аромата появились у меня в моей коллекции Носомата. Один аромат – это Пардон, и аромат мне очень-очень понравился, и я даже его выделю из всех ароматов мужских, потому что, ну уж очень он красивый. Знаете, это что-то среднее между дуро и что-то среднее между, может быть, даже и афганцем. Но аромат Пардон, в моём понимании, это пачули, шоколадные пачули. Вот не знаю, шоколадно-древесные пачули, если так можно сказать. Вот он очень красиво звучит, он красиво раскрывается. Если дуро, он такой больше древесный и немножко, не то чтобы он холодный, нет, но суховат, наверное, правильнее так сказать, то этот аромат очень тёплый в своей такой базе, уютный, комфортный. Он обволакивающий такой и достаточно шлейфовый. И также я хочу отметить то, что вот он какой-то уютный и комфортный. И вот эти шоколадные пачули с древесной базой, они так красиво раскрываются, они так изящно звучат. Я не могу сказать, что аромат сладкий, но, безусловно, какая-то сладость в нём присутствует, но не кондитерская, не приторная, не скатывающаяся до вот этих вот сладких-сладких-слипких ассоциаций. Вполне себе мужской аромат, насебельный и очень красивый. Поэтому, мужчины, если вы как бы так боитесь каких-то слишком сладких ароматов, но всё-таки сладость вам присуща, потому что не в плане сладость сладкая, а вот какая-то тёплость, теплота, может быть, медовая какая-то вот такая от этого аромата исходит. Мне он очень понравился, я довольна, что приобрела его в свою коллекцию. И тоже это мои первые впечатления. Все ноты вы можете найти на фрагрантика и, не считая нужным, повторять их у других. И это был пардон. Ну и последний аромат, который совсем последний, только вышел недавно у Носомата, это Nudiflorum, такой потрясающий, женственный, красивый аромат. Я хотела его, как только прочитала, на выходе этого аромата, но продавался он только, не продавался онлайн, но можно было купить только миниатюру масла. Но я хотела именно флакон, именно парфюма, не масла. Вот так вот выглядит сам флакончик, очень красивый, такая древесная крышка из дерева. Я не скажу, что это красное дерево, но какая-то разновидность дерева. Конечно же, идёт для путешествий к крышечкам. И сам аромат вот такой прозрачный, нежно-жёлто-прозрачный, экстракт 30 мл, Nudiflorum. И это волшебство, божество, потому что этот аромат, знаете, есть ароматы, которые нужно носить совместно, к примеру. Очень часто такие ароматы создаёт амуаж. Так вот, Носомата создал такой аромат, и Александр Галтьери создал такой аромат для женщин, потому что это очень женственный аромат, очень тонкий аромат, очень нежный аромат, цветочный аромат, с краплениями какой-то кожи, замши, очень нежной-нежной выделки, даже такой какой-то бежевый лайки, вот не знаю, почему-то вот у меня так ассоциируется. Хотя цветы заявлены на первом месте в этом аромате. И цветы не просто цветы, а жасмин, какой-то зимний жасмин, даже вот так вот. Nudiflorum на латыни – это зимний жасмин, вот так. На самом деле Nudiflorum переводится как цветочное нега или вот как пробуждение, то есть раскрытие, цветочное раскрытие в плане того, что когда распускается цветок, цветочная распущенность, глупость, конечно, безумно тонкий аромат, он настолько притягательный, настолько точно подобраны все здесь ингредиенты. Я не знаю, что тут вошло, но то, что этот аромат немножко похож на афганца, на чёрного афганца, действительно есть это сочетание, вот нот, но разбавлен цветочными нотами, которые придают большую нежность и мягкость аромату. Я, честно, очень люблю афганца, но не могу его носить, ну, почему-то не сочетается со мной чёрный афганец никак, мне видится он всё же мужским ароматом, а этот аромат, вот этот чёрный афганец, только в такой какой-то размытой, может быть, отмытой или ещё что-то в таком сочетании, и уже чистый-пречистый аромат, нежный, красивый, женственный, чувственный. Или же это, например, вот не знаю, у меня такая ассоциация, может быть, она немножко странная, это постельное бельё, оно уже не первой свежести, а на этом постельном белье, на этой кровати спят двое влюблённых. Естественно, они пользуются какими-то духами, и он, и она, и вот постель, она начинает приобретать аромат звучания тела, и мужского, и женского, ну, или же можно сказать, что это соединение двух начал, мужского и женского, в единое такое, в единый союз. Этот аромат настолько чувственный, сексуальный, страстный, он не кричит, но он напоминает о себе, что он есть, что было какое-то таинство между мужчиной и женщиной, и мужчина получил долю женского тела, запаха женского тела и женского парфюма, и женщина тоже получила свою толику, свою долю мужского вот этого вот запаха. И вот так вот видится мне этот аромат, очень красиво раскрывающийся, и, не знаю, вот такое у меня какое-то странное ассоциативное восприятие этого аромата, но если у вас есть возможность, послушайте, конечно, и, безусловно, мне бы хотелось знать ваше мнение. Не так много ещё информации об этом аромате на просторах интернет, но всё же он, думаю, завоюет внимание и женщин, и мужчин, потому что, в первую очередь, конечно же, женщин, потому что те дамы, которые не могли пользоваться чёрным афганцем, теперь могут пользоваться нудифлором. Попробуйте, правда, вам очень понравится, там нет ни пошлости, ничего в этом аромате, нет ни грязного секса, хотя может ли быть секс грязный, не знаю, но красивый, и мне он очень нравится, я просто довольна, что, наконец, мне пришло уведомление, что я могу приобрести этот аромат, записывалась специально на сайте, оставляла, знаете, в лист желаний, вносила, и мне потом позвонили, написали. Вот такой красавец у меня в руках, очень его люблю, хвалю, и вот даже рекомендую вам обязательно за тесту. Ну и, как обещала, хочу сделать для вас такой сюрприз, сделать для вас конкурс для моих любимых подписчиков, потому что скоро у меня день рождения, и 18 мая я разыграю, видео выйдет 4 мая, я планирую это так, и хочу разыграть вот такой вот аромат, вот такой, пати-приз от Терри де Гинсбург, я уже о нём рассказывала, у меня есть видео, вот он выглядит вот так, флакончик. Этот аромат для меня, аромат праздник, аромат счастья, аромат веселья, не знаю, вот такой он лёгкий, он непринуждённый, он не вызывающий, он не отталкивающий, он создаёт хорошее настроение, он поднимает, не знаю, какие-то весёлые нотки в нашем сознании, и я бы хотела поделиться такой же радостью с вами в день своего дня рождения. И да, мне будет 40 лет, поэтому веселье необходимо, нужно продолжать веселиться. Вот, и если вы хотите получить этот аромат, обязательно, конечно же, подписывайтесь на мой канал, поддержите меня лайком, если у вас есть такое желание, поделитесь моим видео, любым, каким хотите, ну и комментируйте, безусловно, и напишите, что вы участвуете под видео, иначе я не пойму, что вы хотите получить такой аромат. Ваш аромат абсолютно запакованный, он новый, мой аромат, конечно же, открытый, я им пользуюсь. Мне он нравится, это как, знаете, карамель дюшес, который даёт такой какой-то кисло-сладкий взрыв во рту, и вот эта вот сладость, и кислинка, и счастье, и груша, и яблоко, и персики, очень вкусный аромат, правда, действительно, и достаточно он стойкий, хоть говорили, что он и не стойкий, и всё такое прочее, я всё-таки считаю, что он довольно-таки стойкий на мне, у меня холодная кожа, но и почему бы не обновить его, если вдруг потребуется, поэтому вот он мой сюрприз для вас, а я надеюсь, что он вам понравился, и это было всё. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, если вы намерены участвовать в конкурсе, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх этому видео, и, конечно же, объявление о розыгрыше 18 мая. Я вас всех целую, обнимаю, пока. Ваша Елена Субтитры сделал DimaTorzok